Реальный спорт Ульяновск Дмитрий Николаев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Единственное, что я хотел бы немножко поправить, что не по футболу, а по футзалу, как написано в моем удостоверении. Поэтому, как бы, нужно, так скажем, для специалистов сделать поправку. Вас, как специалиста по футзалу, слова, сказанные Владимиром Гомельским, баскетбол это лучшая игра с мячом, не задевает? Ну, меня не задевает. Естественно, если человек занимается всю жизнь баскетболом, он должен так говорить. Если бы об этом сказал, допустим, Валерий Васильевич Лобановский, что баскетбол это лучшая игра с мячом, наверное, да. А вообще, вот я являюсь мастером спорта в моем классе по футзалу, и правила этой игры придумал все-таки учитель по баскетболу. И они были оттуда взяты, там и фолы, и площадка, и все остальное. Там только ворота были взяты из грандбола, а все остальные правила были из баскетбола. Поэтому он тоже мне близок. Но, может быть, поэтому многие наши футболисты с успехом играют и в баскетбол. Например, нападающий мини-футбольного клуба «Кристалл», который был несколько раз призером чемпионата города, Никита Ятмяков, недавно пробился в финал чемпионата области по баскетболу. Давайте посмотрим, как это было. В спортивном комплексе Ульяновского госинерситета самые большие спортсмены региона – баскетболисты. В очном поединке между ульяновцами и димитроградцами решается судьба путевки в финал чемпионата области. Турнир, который в нынешнем сезоне проводится обновленным составом федерации и по новой схеме. В этом году мы сделали две группы нашего областного чемпионата. И это впервые вообще в истории Ульяновской области. Но я считаю, что на самом деле прогресс будет, и он будет налицо, будет больше игровой практики. С одной стороны полуфинала – баскетбольный клуб «Аврора», в котором собраны многие воспитанники известного димитроградского наставника Михаила Кузнецова. Несколько лет назад они складили дружину, подали заявку на участие в чемпионате области и в прошлом году выиграли его. У нас есть исполнительный директор, у нас есть просто рабочие люди, есть менеджеры, юристы есть. Мы в команде знаем друг друга все более 25 лет. Ныне одна из главных фигур «Аврора» – Эдуард Перевалов. В 2000-х он играл в чемпионате России за баскетбольный димитроград, был одним из его лидеров. Потом стал предпринимателем, баскетбол ушел на второй план. Но пару лет назад все же вернулся на площадку играющим тренером. Ну вспомнить вот эти ощущения, которые были очень, ну там 20 лет назад, когда ты сам игроком был, потом я немножко работал тренером, там два сезона. Чтобы вот это вспомнить, прям вот эти вот эмоции, вот они никогда ничего не заметят. Это самое лучшее, что, говорится, у меня в жизни было. В полуфинальной серии димитроградцам достался клуб «Триумф», собранный из воспитанников баскетбола за Волжье Ульяновска. В первом матче, который прошел в димитрограде, «Триумф» неожиданно выиграл с преимуществом 4 очка. Чтобы пробиться в финал, в ответном поединке «Авроре» нужна была только победа. Нужно, чтобы проход был. Тогда вот этот игрок, который здесь, вы вставаете шире, и потом, после того, когда идет проход, пробегает. Давай, давай. Все плюс 10 давай, делай. Линимум. Линимум. По ходу первой половины игры «Аврора» впереди, плюс 12. Однако к большому перерыву на табло ничья – 37-37. Во второй половине также упорная игра практически до конца. Но на последних минутах за «Аврору» опыт и горячая поддержка болельщиков. 79-65. Более чем достойный реванш и путевка в финал. Мы старались, бились, но потом, в конце, то есть у них действительно больше полетело бросков, больше они осталось сил, больше замен, то есть, ну, и, наверное, больше фарта получилось у них. Во второй полуфинальной серии, в которой встретились сборная Ульяновского училища Олимпийского резерва и команда «Марбакс» также много борьбы и интриги. По итогам двухстейч ничья – 1-1. Но в финале «Марбакс» его победа над Олимпийцами более весомая. Финальный матч чемпионат области в ближайшие выходные. Снова на площадке «Улгу». Дмитрий, мы вас часто видим вместе с вашим другом и коллегой, борцом чемпиона мира по борьбе Александром Безручкиным. Это он вас в борьбу тянет или, может быть, вы мини-футбольные какие-то проблемы с ним обсуждаете? Мы обсуждаем много чего. Я, кстати, с удивлением узнал, что он, так скажем, футбольный знаток. Он знает много футболистов, команд из Советского Союза. Состав может назвать «Динамо Киева» сборной страны, «Московского Спартака». С удивлением, я опять же повторюсь, это узнал. У нас есть с ним что обсудить. Но как бы и по борьбе мы тоже общаемся, потому что он все-таки любые виды спорта облагораживает другие виды спорта. То есть можно что-то подчеркнуть в каждом виде спорта, как в индивидуальном, так и в игровом. А в Ульяновске тем временем в 42-й раз, вдумайтесь, в 42-й раз прошел турнир по вольной борьбе с громким названием «Победа». Один из самых почетных гостей 42-го турнира «Победа» – Ульяновец Юрий Беляев. Ветеран-афганец в далеком 79-м, будучи школьником-воскняком, стал победителем первого турнира. Великотечественный для него – не пустой звук. Это два деда, воевавшие на фронтах. Своей победой я когда боролся, я чувствовал, что они на фронтах испытывали. И я выразил вот этой победой им благодарность за все, за нашу мирную жизнь. Нынешний турнир вольников впервые прошел без своего отца-основателя Валерий Костылев ушел из жизни в прошлом году. Однако его ученики-последователи говорят, что несмотря ни на что продолжат дело своего учителя. Пока проходит турнир, пока мы общаемся с ребятами, с его учениками, с первой, со второй, с третьей волной, было очень много у него ребят и поколений. Он соответствовал всегда рядом с нами. Около 200 юношей и девушек вышли на борцовский ковер. В протоколе значатся Дагестан и Татарстан, Мордовия и Чувашия, Нижегородская и Пензенская области, Саратов и, конечно, Ульяновск. Здесь нужно показать все то, что ты умеешь. Турнир, скажем, не для супер-каких-то спортсменов, членов сборной России. Это для молодежи. Вот для них это как трамплин. На правах хозяев ульяновцы доминировали в борцовских поединках. Более 40 из них в разных весовых и разных возрастных категориях зашли на пьедестал почета. 11 ульяновцев стали победителями 42-го турнира «Победа». Ну все, теперь поговорим только о футболе. На этой неделе московский «Спартак» вышел в финал Кубка России. Впервые за много лет, где 29 мая встретится со своими земляками-динамовцами. Вы же за красно-белых будете болеть в финале? Естественно, я исторически, так скажем, болею за «Спартак», переживал за них. Но вот за последнее время я же, допустим, выиграл Лигу чемпионов в составе московского «Динамо», например. Выиграл Лигу чемпионов в составе московского «Спартака». Да, и вообще, конечно, хотелось бы за красивый футбол поболеть, да, но в год, так скажем, столетия клуба, наверное, все-таки симпатии отдам московскому «Спартаку». А почему, собственно, вот при своих таких исполинских габаритах вы выбрали футбол с приставкой «мини»? Ну здесь, наверное, сыграло мое еще прошлое, так скажем, хоккейное. Я играл в хоккей с мячом. Как в наше время многие сочетали летом футбол, зимой хоккей с мячом. Очень близка школа. Мой тренер Леонард Мухамедзианов мне поставил прекрасную школу, которая мне потом впоследствии действительно очень сильно помогла в мини-футбольных воротах. Мини-футбол, по примеру, Дмитрия Николаева выбирают и многие ульяновские мальчишки. Именно для них и задумал свой новый проект мини-футбольный клуб «Платон». На старт! Внимание! Ваш! Мини-футбольный клуб «Платон», действующий чемпион Ульяновской области, дает старт своему новому проекту. Его участники – самые талантливые игроки не старше 21 года. Их объединяют в один коллектив, чтобы через год-другой эта молодежь стала лучшей в региональном мини-футболе. Идея такова, чтобы дать молодым перспективным футболистам выступать на чемпионате России, прогрессировать в мини-футболе в первую очередь и представлять нашу ульяновскую область на всероссийской арене. Заниматься с «Платоном» Ю-21 будут Юрий Абдулхаков и Игорь Ахмедшин. В ульяновском мини-футболе эта парочка выиграла все, что можно. Брала медали и на всероссийских стартах. Недавно оба получили тренерскую лицензию категории «С». В любительском футболе уже возглавляли команды чемпионата Ульяновска. Но новый проект – это следующий уровень. Профессиональный. Есть такое вдохновение, что занимаемся таким очень серьезным, важным социальным проектом. Даем возможность молодым ребятам себя проявить. Конечно, я буду только рад, если наши достижения с Игорем ребята превзойдут. Я в этом желаю только удачи. Буду стараться, чтобы это так и было. В первом составе «Молодежного Платона» 20 футболистов, воспитанники региональных футбольных школ. Больше половины уже понюхала пороху любительского чемпионата Ульяновска по мини-футболу. Среди таких Александр Гришин. Он играл за команду «Бирюч». Большой футбол. Не сильно меня к нему тянет. Больше всего с детства в мини-футбол играли. Попробовать свои силы прежде всего здесь. А там уже как пойдет, будем смотреть и достигать каких-то высот. Впрочем, нынешний состав «Платона» Ю-21 не окончательный, говорят в руководстве клуба. Здесь готовы принять всех. Были бы способности и самое главное – желание. С которым и провели первое занятие нынешние новобранцы. В основном оно было посвящено тестам на физические возможности первопроходцев. При этом не обошлось, конечно, и без двусторонней игры. У нас будет приглашение, вы здесь тянете, четверо. Один идет на стол, просто передача, послали. Одна передача, вы зайдете. Четыре тренировки в неделю, плюс тренажерный зал, плюс игра в официальном турнире. По такому графику будет работать «Платон» Ю-21. Напряженно, но другого пути наверх нет, говорят в тренерском штабе команды. И планируют. За лето команда должна сыграться, чтобы осенью представить регион на всероссийской арене. Дмитрий, спортивные ученые-мужи утверждают, что на игры главной титулы команды региона, какого-либо или города, должны приходить полтора процента жителей. У нас же «Волга» играет успешно, а трибуны стадиона «Труд» заполняются редко даже наполовину. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы на главной спортивной арене Ульянска случился аншлаг? Когда команда играет на таком уровне, если это не команда премьер-лиги, конечно же, нужно, чтобы играли местные воспитанники, в большинстве своем, однозначно. Второе, конечно, интернет отключить нельзя, потому что многие хотят посмотреть в теплой обстановке, с какими-то напитками, сидя на диване, тем более сейчас можно подключить к большому телевизору. Это, конечно, тоже определенное количество людей забирает. Вот вы сказали о напитках. На этой неделе был принят закон, который позволяет на стадионах теперь продавать пиво. Вы приветствуете это? Я не против, так скажем, да, потому что я был во многих европейских странах на стадионах, там, Сантьяго Барнабео, там, ну, таких как бы хороших, и там все разрешено, и не было никаких безобразий. Наверное, многие безобразий каких-то боятся, да, то есть прекрасно люди себя ведут. На английских стадионах разрешено, на немецких все это выпивают, болеют. Мне кажется, это только поможет, ну, естественно, соответственно, привлечет какие-то определенные средства для развития спорта. Ну что ж, а на минувшую неделю Волга сделал очередной шаг к выходу в ФНЛ-1. И шаг этот получился очень уверенный и красивый. И что немаловажно, все голы ворота соперников забили воспитанники ульяновского футбола. Футбол вне расписания. Матч Воги и Носа должен был пройти в Оренбурже, но из-за отвратительного газона на стадионе «Мталур» на Матроицке игру перенесли на стадион «Труд» в Ульяновске. Здесь и поле изумительное, и болельщиков ходит в несколько раз больше. Как только узнали, что будет игра в Ульяновске, мы сразу решили пойти с ребенком. Когда играют перед родными трибунами, это всегда плюс, я считаю. Волга – лидер чемпионата, но что только 12-е. Между соперниками пропасть турнирной таблицы и пропасть в качестве игры. Первую же свою вразумительную атаку волжане доводят до удара поворотом. Это Дмитрий Рахманов, воспитанник ульяновского футбола, бьет с правой. Сначала мяч попадает в перекладину, потом в газон. Судья, подумав несколько секунд, указывает на центр поля. Соперник спорит, но решение принято. Гол. Волга ведет 1-0. Да, да, гол был. Ну, мне был во вратарстве там практически, мне показалось, что гол был. Я еще был удивлен, что сразу не остановили игру. Я вообще не радовался. Я стоял за голову, держался, смотрел момент, там ребята доигрывали. А кто-то начал кричать, что гол. И просто я даже не почуял, что гол-то занял. Увы, но ни один повтор момента не дает четкого понимания, в какой точке опустился мяч. Споры и эмоции не утихают даже после финального свистка. Игроки и тренеры НОСТы уверены, судья ошибся и сломал им всю игру. Комментарий не будет. Сегодня мы играли немножко по разным правилам. Спасибо. Зато два других гола, которые Волга забил еще до перерыва, не вызвали никаких сомнений. В первом случае снова отличился Дмитрий Рахманов. После затяжной атаки он получил мяч за пределами штрафной и отважился на дальний удар. Только теперь с левой. Мяч летел в нижний угол ворот соперника. А чуть позже, образцовую контратаку, эффектной подсечкой над вратарем НОСТы, завершил капитан Волжан. Алексей Цыганцов. 3-0. Волга до перерыва обеспечила себе комфортное преимущество. Как бы ты ни хотел, психология все равно выходит на первый план. Нужно сохранить счет. Сзади повнимательнее. Это прежде всего. Результат сделан в первом тайме. Главное его сохранить. Именно этого плана и придерживалась Волга после отдыха. К середине второй половины стартовый состав Ульяновского клуба сбавил обороты. И тогда пошли замены. Свежая кровь снова помогла отодвинуть игру от своих ворот и довести матч до логичной победы. Правда, забитых мячей зрители больше не увидели. 3-0. Волга по-прежнему во главе турнирной таблицы. Эти усиления освежили. Мы стали хорошо атаковать, выбегать, создавали моменты. Ну, я говорю, что еще надо было просто реализовывать эти моменты. Но надеюсь, что мы оставили на следующей игре. Продолжение чемпионата для Волги 15 мая. В гостях, и это уже точно, команда Рината Итова сыграет в Перми против одного из конкурентов в борьбе за победу в сезоне – Амкаром. Успех в этой встрече откроет волжанам прямую дорогу к выходу в ФНЛ. Ну что ж, на этом время наша передача подошла к концу. С вами был реальный мастер спорта международного класса по футзалу Дмитрий Николаев. А с вами был реальный спорт Ульяновск. Встретимся через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова